Пиртин Гофф Александр Ильич, 45 лет, в Порт-Престь, СССР, Монголия, расстрелян 4 октября 1936 года. Пиро Белла Францевич, 46 лет, помощник начальника 1-го отделения 3-го отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР, расстрелян 2 сентября 1937 года. Парк Карл Петрович, 49 лет, лесник Жавроновского леспромхоза, расстрелян 16 мая 1938 года. Васильев Константин Иванович, 24 года, рабочий электромонтер завода Получук, расстрелян 14 марта 1938 года. Стараюсь приходить сюда каждый год, если я в Москве. Считаю это очень важным делом. Я считаю, что общественный мемориал, оно инициировало эту историю очень, по-моему, очень правильно, очень точно. Потому что ничто не звучит так выразительно, как просто именно их количество. Речь идет об истории, речь идет о той истории, которую власть всячески хочет стереть с доски. И то, что есть в людях, к сожалению, не много, которые склонны эту историю знать, помнить, которые хотят, чтобы люди на этой истории учились, вот они сюда и приходят. В глобальном смысле, понимаете, эта акция ничтожена по сравнению с тем валом забвения, который на нас валялся. Но поскольку надо что-то делать, то хотя бы это. Мой дедушка, Бурин Булат Исак Григорьевич, был врач. И в 37-38 году он был главный врач в столовой, в Кремлевской столовой. То есть он проверял всю пищу, которая шла вождям на стол. Каждый день он уходил на работу и прощался навсегда. Он постоянно выдавал заявления, чтобы его отпустили. Но отпустили его только в марте 38-го года. С тех пор всю жизнь он отмечал этот день и говорил, у меня своя Пасха. И это чудо, что его не арестовали тогда. В 57-м году он был арестован за то, что сказал, у Хрущева руки по локоть в крови. И из лагерей он был выпущен только благодаря вмешательству Сахарова, Андрея Дмитриевича Сахарова. И была сказана какая-то фраза, что сразу его отпустить нельзя, потому что он самого Хрущева затронул. Но тем не менее, после вмешательства Сахарова он был освобожден. Первая причина, почему я прихожу сюда регулярно, потому что у меня отец был расстрелян в 1937 году. 1 сентября. Молодой мужчина, 34 года, хороший инженер, ни к каким делам не имел отношения, просто работал, и все. И вот, арестовали, через месяц расстреляли. Не в Москве, в Донбассе. Это первая причина. А вторая причина, я хочу, чтобы этого никогда больше не повторили. Я даже не в это дело вижу, не в опасности, не в самих вожжах. Люди, я смотрю, поддерживают вот такие мероприятия. Я слушаю иногда выступления каких-то людей, которые хотят товарища Сахарова. Злодея, самого страшного злодея, который был в истории человечества. Так они его хотят, они его любят. Вот это страшно. Я пришла, потому что у меня два брата, к счастью мне расстреляли, но они отсидели. Один отсидел с 9-го по 54-го, другого с 7-го веками. Здесь, соответственно, я более чем имею отношения к тому, что произошло. Но к счастью, оно не было столь большое несчастье. Спасибо себе. Мы создаем живой архив. Так и называется письма. Живой архив. Мы приготовили какую-то достаточно большую, но не полную, подборку из архива мемориала. Это переписка заключенных ГУЛАГа и их родственников. То есть это письма из ГУЛАГа и людям, которые там находились в заключении. И мы предлагаем всем желающим ознакомиться с этими письмами и потом зачитать одно или два на выбор на камеру. Таким образом мы надеемся начать. Сегодня только начало. Мы просто приурочили эту акцию к этому дню, к дню памяти репрессированных. Но я, во всяком случае, очень надеюсь, что акция продлится и дальше, поскольку письма много, людей много. И постепенно будет собираться такой живой архив. В моей семье не было репрессированных. Но, в общем, собственно, это не столь важно, потому что это так или иначе коснулось всех, кто жил в этой стране. И это либо было на уровне какого-то бесконечного страха, который испытывал мой дед. И вечно прятался и как-то боялся что-то сказать лишнее. Ну и, в общем, конечно, мы жили все в этой стране, и поэтому это всех касалось.